Привет! Как дела? Сегодня я продолжаю рассказывать о моей первой поездке в Англию в июне-июле 2005 года. 6 и 7 июля были самыми насыщенными и интересными днями этой поездки. Что же произошло тогда, я расскажу сегодня. Итак, начинаем рассказ 6 июля, который описан у меня в журнале, что же происходило тогда и куда я отправилась в 2005 году в этот день. Сегодня с утра я решила пойти на Трафальгарскую площадь. Ну, конечно же, куда еще, если не в центр Лондона. Так как вчера, проходя мимо нее, я увидела, что ведется приготовление сцены для какого-то торжества. А когда проходила мимо счетчика, который отсчитывал дни, часы и минуты до момента объявления Олимпийской столицы 2012 года, увидела, что осталось 18 часов. Я подумала, посчитала, что где-то часам к 12 стоит приехать туда и посмотреть городское мероприятие. Когда я вышла на площадь, там уже была куча народу. Но я маленькими шажками начала пробиваться к сцене. Смотрю, оператор с камерой пошел сквозь толпу. Я за ним. Так полпути прошла, как будто я с ним работаю. Получила флажок. Лондон – претендент Олимпийской столицы 2012 года. Город выбирали среди пяти мировых столиц. Нью-Йорк, Лондон, Париж, Милан и Москва. Я подобралась уже близко к сцене, но ведь для меня дело принципа. Или быть в первых рядах, или вообще ничего не смотреть. Я потихонечку дошла до ограды, за которой стояли уже секьюрити, репортеры и операторы. А потом уже была сцена. В общем, я стояла где-то в пяти метрах от сцены, ближе ну никак. Именно, наверное, с этого дня и началась моя репортерская деятельность, так как я снимала этот концерт и это мероприятие как на фото, так и на видео. К сожалению, видео у меня немного, так как на тот момент цифровые фотоаппараты только-только входили в обиход. Параметры видео там что-то 360 пикселей. Ну, в общем, что смогу, покажу. Но не обессудьте качество видео, конечно же, оставлять желать лучшего. Вообще не сравнится с тем, что мы сейчас можем снимать на обычный телефон. Ну, то есть смартфон. Итак, концерт открыла популярная английская звезда Рэйчел Стивенс. Она спела три песни. Мне очень они понравились. И пару фрагментов с этого выступления, в том качестве, в котором было в 2005 году, я показываю сейчас. Затем вышли два рэпера, тоже спели три песни. После чего все внимание было сфокусировано на экран, где показывали заседание Олимпийского комитета в прямом эфире. Олимпийского комитета в прямом эфире. Подошел момент объявления города-победителя. Когда вскрывали конверт, вся площадь на пять секунд замерла. Президент Олимпийской ассоциации сказал «The capital of Olympic Games 2012 is London». Вся площадь взорвалась бурными овациями и эмоциями. Все друг друга кинулись поздравлять. В небо стали палить пушки. Посыпался дождь из разноцветного серпантина. Прямо над Трафальгарской площадью появились военные самолеты, которые стремительно промчались куда-то вдаль, оставляя за собой след из триколора – цвета британского флага – синий, белый и красный, которые часто называют «Юнион Джек». На сцене появились действующие олимпийские чемпионы Британии, получили поздравления. За ними вышли подрастающие олимпийцы «Надежда 2012 года». А завершила концерт Мелани Си, бывшая солистка группы «Spice Girls». Она спела пару-тройку песен, и мероприятие закончилось. Я поехала домой, так как у меня на фотоаппарате закончились кадры, надо было их перекачать на компьютер, после чего я отправилась в британский музей. Походила там по первому этажу, и он стал закрываться. Я двинулась по магазинам на Оксфорд-стрит. Купила маме блузку в магазине Маркса Спенсер, походила по другим магазинам, хотела купить купальник за 5 фунтов, но не нашла примерочной, а спросить не знала, как. Погуляла до вечера и поехала домой. Вот таким вот был насыщенным день 6 июля 2005 года. Кстати, мне же удалось побывать на самой Олимпиаде, которая проходила в 2012 году. Я уже на тот момент целый год жила в Лондоне, и у меня уже есть на канале видео об Олимпиаде 2012 года. Если кто хочет, смотрите в этом видео. А дальше произошел исторически трагический день 7 июля. Каким он был, я уже рассказывала в этом видео. Но сегодня просто зачитаю, что я описывала буквально немножечко, и расскажу тоже какие-то свои ощущения и воспоминания того дня, и мои мысли, которые до сих пор витают в моей голове в связи с этими событиями. Сегодня из-за терактов в центре города взорвали 3 бомбы на станциях метро в районе сити-центра и один автобус на Ливеркуль-стрит, о которых мне Сталс сообщил по телефону. Он с утра уехал на велосипеде в свой университет, и там узнал в интернете. Я никуда не поехала. Сидела дома, смотрела новости. Я как раз сегодня собиралась ехать в ту сторону, в музей игрушек. Мне сразу все стали писать смс, все ли у меня в порядке. Маме я сообщила сразу, что мы живы-здоровы. Она ничего еще не знала. Была с Андреем, моим двоюродным братом в Эрмитаже. Он приехал к нам в гости. Мама, конечно, когда я приехала, рассказала такую историю, что ей подруга скинула смс. Ну, тогда мобильная связь была дорогая, и все в основном общались с смс-ками. И такая смс, говорит, пришла. Я бы уже, говорит, наверное, лежала бы либо с инфарктом, либо с инсультом, либо вообще бы умерла. Подруга написала, Люба, что происходит? В Лондоне теракты. Надеюсь, твои живы. Получить такой смс, конечно, просто. Просто было бы шоком. Слава богу, что она успела получить мою смс-ку, что с нами все в порядке. Я уже рассказывала, что я ничего не знала о терактах. Дождалась, когда все из дома уйдут, и залегла в ванну понежиться в пене, помыться. В общем, прежде чем куда-то идти в город, решила принять ванну. И так, в принципе, и не насладилась этим моментом, потому что постоянно, бесконечно звонил городской телефон. В доме, где жил брат, у них был телефонный аппарат, и постоянно что-то названивали, названивали. Думаю, ну кому это надо? Ну, во-первых, что я могу там понять, и что я могу сказать? У меня английского вообще никакого не было. Думаю, ну что они названивают? Ну, понятно же, что никого нет дома, раз трубку не берут. Ну, наверное, звонков 50 было. Ну, мне так казалось. Может быть, там звонков 10. Пока я уже не встала из ванны и не вышла. Думаю, ну ладно, хоть послушаю, что там говорят. Но в этот момент телефонные звонки прекратились. Я зашла в комнату, а у меня на кровати лежал мой мобильный телефон. И я не успела открыть крышку, у меня такая ракушка была, как увидела, что Стас звонил, наверное, раз 30. Тут же в руке завибрировал телефон снова. Смотрю, брат опять звонит, взяла трубку, спокойно говорю, ну что ты названиваешь? Он говорит, ты где? Что с тобой? Я говорю, да всё в порядке. Говорю, в ванне была, принимала ванну. Он говорит, сиди дома, никуда не ходи, в городе теракты. Я приеду и будем думать, что делать дальше. Я так не поняла, ну ладно. Я говорю, а что случилось? Я, говорит, сам ничего не знаю, но в общем сиди, никуда не выходи, смотри телевизор. Я включила телевизор, попыталась найти каналы, наверное, с первого по двухсотый где-то прогнала, ни одного канала не работало. Оказалось, у них там с пятисотого начинались каналы вещания. Ну, в общем, я не нашла, как включить телевизор. В итоге просто сидела дома, читала книжки, журналы, ну, что у меня было с собой. И хорошо, что я успела сразу же после того, как Стас сообщил мне такую новость, написать смс маме и успокоить её. У нас всегда была такая договорённость, что если вдруг что-то происходит, первым же делом сообщать ей. Потому что она часто говорила, когда мы со Стасом где-то были вместе, а мама отдельно, типа, ну вот, сложила все яйца в одну корзину. И брат на эту тему всегда над ней потрунивал. Ну вот, получается, да, что сложила все яйца в одну корзину, и там вот и произошла такая вот трагедия. И, конечно, было страшно. Не только ей, но и нам. Так, что я тут дальше пишу? Ну, вечером мы со Стасом поехали на великах. Ну, он приехал днём, и мы поехали на великах в Кью Гаден, то есть в сады Кью. Но, к сожалению, они уже закрылись, и мы поехали дальше в Ричмонд, район, где живут богатые. Посидели там в парке, напереку реки, попили пиво, покормили гусей и лебедей чипсами, и поехали домой. Дома я приготовила курицу в духовке под сметаной с расплавленным сыром. Это был первый солнечный денёк. Жаль, что он был испорчен мрачными событиями. Вот так вот страшно было в тот день. И вот до сих пор я вспоминаю эти два дня концерт на Трафальгарской площади, и последующий за ним теракт. И думаю, что бы было со мной, если бы этот теракт случился именно в тот день, когда на Трафальгарской площади объявляли Олимпийскую столицу 2012 года. Там реально была толпа, и до сих пор дрожь проходит по моему телу, когда я осознаю, что именно в тот момент, в тот день этот теракт мог произойти, и я бы попала в него. Ну а так, сам теракт произошёл рано утром, в районе 8-9 утра. В это время туристы ещё редко выезжают из дома, поэтому мне повезло. Если бы это произошло часов 10-11, то и я могла бы попасть в этот транспорт, три станции метро и один автобус. Так что я до сих пор благодарна судьбе, что теракт не произошёл именно там, на Трафальгарской площади 6 июля. Ну а лондонцы ежегодно 7 июля вспоминают этот день как один из трагических дней в истории города. Ну вот пока всё, что я хотела рассказать про эти два дня. Дальше ждите истории с 2005 года. Моё путешествие продлилось до 13 июля, и ещё несколько интересных событий произошло со мной в эту поездку. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok